Продолжение следует... Итак, давайте начнем. Меня зовут Елена Коновалик, и я директор из города Барановича. Немножко такую предысторию. Зарегистрировалась я в компанию Арифлейм покупать для себя со скидкой, и на тот момент я была студенткой, училась в университете. Я была зарегистрирована в Арифлейм, в Аберлиф, в Эйвене, в Эдельстаре, ну, была знакома еще с Ломбре. То есть вы понимаете, у меня были дисконтные карточки всех этих компаний. И что я хочу вам сказать? Ну, как видите, я в Арифлейм. Теперь у меня нет дисконтных карточек всех остальных компаний. Вы, может, знакомы с некоторыми из них. Вот Эдельстара на данный момент вообще нет. Когда я оформляла карточку, была такая хорошая вроде как продукция, меня попросили, и в один прекрасный день я пришла, и уже я не увидела. Дверь закрыта, и телефон не отвечал. Просто нужно смотреть, какой компании вы доверяетесь. В Аберлифе вы понимаете, что есть магазины, можно просто прийти, приобрести продукцию, и не обязательно делать заказ в интернете. То есть как в любой магазине, люди пришли и приобрели. Здесь ничего такого интересного. И если взять компанию AVEN, там только двухступенчатая такая структура, там есть координатор, есть продавцы. Там нельзя построить бизнес, это я вам говорю. Все проверено. Итак, давайте начнем. И сегодня я вам хочу рассказать... ...гордость Арифлейм. Начнем. Первый факт. И это действительно факт. Кто мы? Вообще кто мы? Кто-то говорит, мы консультанты, кто-то себя вообще видит продавцом, кто-то себя видит хорошим предпринимателем. И сейчас я более подробно расскажу, кто мы в Арифлейм. И кто мы? Какая компания Арифлейм? Арифлейм – это самая крупная европейская косметическая компания на рынке прямых продаж. То есть это не магазин, а из рук в руки, скажем так. Мы гордимся нашими масштабами. На данный момент компания Арифлейм уже 49 лет. В следующем году будет юбилей, будет 50 лет. И можно отметить эту дату с размахом. Вы все знаете про квалификации для менеджеров, для золотых директоров, для бриллиантовых. Еще кто не успел прыгнуть в последний вагон, есть такая возможность и отметить юбилей в какой-нибудь другой стране. На данный момент более 63 странах мира имеют свои представительства. Более 7900 сотрудников. 3,6 миллионов консультантов в мире. Полтора миллиарда евро в ежегодный объем продаж. Некоторым компаниям это только снится. 2500 единиц ассортимент продукции. И вы видите, в каждом каталоге у нас все что-то новенькое и новенькое. И 5 собственных фабрик. Это Швеция, Польша, Китай, Россия и Индия. И об этом нужно говорить. Потому что люди порой видят на флакончике там и спрашивают, откуда. И мы должны отвечать, что у нас есть 5 собственных фабрик. И горди за этим. Смотрите, как обойтые пишут книги. Может кто-то видел уже такую книгу. Или может кто-то читал. Я знаю, что есть такие люди. Признавайтесь. У нас вовсе есть в Барановичах такая книга. Я хотела ее взять с собой. Но знаете, в дамскую сумочку она не совсем влезла. Я просто сделала, сфотографировала содержание. Анатолий видел здорово. Ну, очень интересная книга. Книга описана с самого начала. Как начинался Арифлейм. Какие были первые ступеньки. Как первые заказы. Вообще собирались на теннисном столе. И здесь можно больше узнать о наших основателях, Роберте и Йонасе Аплёкни, о их семьях, о их традициях. Ну, очень интересная книга. Я советую, ну вот, у нас есть, можно взять, почитать. Можно, я думаю, что можно попробовать в интернете найти. Действительно здорово. И здесь в самых-самых мельчайших подробностях все описано. Кто не видел, кто не читал, рекомендую. Вот, основатель компании. Сооснователь Арифлейм стал обладателем почетной пемии в ЭЦА в 2008 году. Что это за пемия такая? Это пемия, которая посылает Всемирная Федерация Ассоциаций Прямых Продаж. Она была вручена в знак признания вклада в развитие индустрии прямых продаж. Видите, был конгресс в Сингапуре. Это очень высокая награда. Она нашла своего победителя. Такая награда, это раз в три года. И в 2008 году ее единственным номинантом заслуженно стал сооснователь шведской компании Арифлейм. У нас есть вот такая почетная премия. Братья Афьокнику достоились медали Королевского Патриотического Общества Швеции в год 45-летия Арифлейм. Ну, все наверняка знают, что компания Арифлейм – это шведская компания. В Швеции очень хорошо они отзываются. Она на высоком уровне. Шестой. Магнус Брэнстрон, президент Арифлейм, избран председателем Европейской Ассоциации Прямых Продаж. Есть ассоциация Прямых Продаж. Туда относятся все компании, сетевые. Так вот, мы гордимся тем, что наш президент Арифлейм – это нанятый сотрудник. И избран председателем вот этой ассоциации. Да, очень здорово. Ну, и вот у нас недавно было мероприятие, и Оля была, я была, вот. Арина Сергеевна была, Ирина Васильевна были на мероприятии, когда приезжал Магнус сам лично. Оля даже смогла ему задать вопрос. Очень хочется поучиться и послушать. Конечно, конечно, седьмой факт – Арифлейм участвует в благотворительных проектах. Вы наверняка, когда смотрите наши каталоги, вы видите странички, где есть продукты. Вот такой вот логотип. У меня есть вот такая сумка, у нас есть такая ручка, у нас есть кружка, есть чехол для мобильного телефона. Много у кого есть брелки, есть браслеты. Этой продукции на самом деле большое количество, но не все знают, что покупая с этих страниц, где есть логотип, все деньги уходят в помощь деткам. Ну, вы знаете, я часто слышу возражения, ай, ну зачем мне приобретать, если деньги пойдут там непонятно куда, в какую страну и как им дети. Если мы находимся в Республике Беларусь, значит все вырученные деньги идут деткам в Беларуси, которая находится. Компания нам часто предоставляет отчеты, на что были потрачены эти деньги. И сейчас в действующем каталоге можно увидеть такую акцию при покупке гель-буша или мыла, вызывает благотворительность. Это стоит при покупке одного продукта, это, так вот, 10 копеек на новые деньги, это немного. И я всегда, когда вижу в накладной, что человек приобрел такой продукт, и, конечно, подбадриваю, говорю спасибо, ну и мы все делаем доброе дело, доброе. Часто, которые стоят, люди просят денег. Иногда им веришь, иногда не веришь, потому что много алкашей. Так вот, я им всегда говорю, знаете, а мы детям помогаем. И тогда они за ничего не просят. А вы участвуете в таких акциях в благотворительной каталоге. Напишите мне, дайте мне обратную связь, какие у вас продукты есть. У нас есть возможность еще приобрести. И вы будете видеть, и наверняка кружка есть. Вот здорово. Я смотрю, ой, кружка, чехол, бля, чехол, брелок. Здорово. Сумки, ты шучи. Ой, классно, я так люблю вот эту сумку. Зеленая, она такая веселая, она такая классная. Много чего туда влазит. И браслеты, да, здорово. Молодцы все. Восьмой факт. Ее величество, королева Швеции, Сильвия, сотрудничает с Алиплейм. Знаете, не все великие люди, скажем так, сотрудничают с той или иной компанией. Так вот, королева Швеции, Сильвия, отметила вклад Алиплейм в дело благотворительности. То есть она полностью это одобрила. И, как вы видите, на фотографии лидер номер один Танила Полежаева получила такой диплом. Были когда-то, ну я помню еще в те времена, когда я была зарегистрирована, была просто консультантом, был такой новый, был аромат солиден, мужской и женский. Это такой парфюмерный аромат, был разработан именно королевской чипой, и все деньги указали в помощь деткам от покупки этих ароматов. Были шикарные ароматы. Любящий факт, я в Швеции. Да, действительно, сейчас Тендерли Промис вместе с принцессой, вы видите, вся королевская семья поддерживает вот эти благотворительные проекты. Действительно, можно было приобрести, спасибо, Оль, за это упоминание, туалетную водичку Тендерли Промис. Помните, мы еще рисовали плакаты, писали спасибо. Вот это тоже одна из таких благотворительных акций. Так, идем дальше. Королева Швеции, Сильвия, посетила родину Wellness. Ну, вы видите, что у нас президент не всегда приедет на какое-то место. Да, королева Швеции оценила и посетила родину Wellness. Ее угостили нашими коктейлями, теми, которые мы сейчас употребляем с вами. Да, ничего там для него другого не было. Да, с картинкой. Вообще, кто знает немножко об Ильоса, об научном центре? Может быть, слышали от кого-то. Научный центр Ильоса Валентина Сергеевна. Помню, помню. Да, есть у нас такой научный центр. Он очень личный. Оля, туда тебе и дорога. Обязательно попадете. Очень здорово, очень круто. Шикарный научный центр. А почему я знаю шикарный? Потому что нам удостоилась такая вот честь попасть туда. И я была в Ильосе. В Швеции, от Стокгольма, ну, я не помню, ну, около 500 километров. Да, то есть, ну, как бы так, далековато. Абсолютно чистое, свежее, все зеленое, все красивое. Вы видите, поля и все здорово. Ну, как видите, нас там покормили, усадили, покормили здоровым питанием, да, не что-то. И, конечно, вот, видите, у нас была такая еще и развлекалка. Мы ходили со скандинавскими палками. Еще, мне кажется, в то время в Беларуси не было видно людей. То есть сейчас можно посмотреть, что уже люди за здоровый образ жизни. И часто можно увидеть на улицах людей со скандинавскими палками. Очень здорово, очень круто. Мы всем рассказываем, что мы были, мы видели. Потому что бывает много людей, которые говорят, а, все-таки, где-то вот ваши коктейли тут недалеко от Барановича или недалеко от Беларуси. А вот, вот мы показываем, мы там были, мы видели, ну, мы живые, мы настоящие, и там очень круто. Ну, и совсем не так, как у нас в Беларуси. Там все абсолютно по-другому. Мы здесь, и в Слоне, мы, да, у нас в Барановичах тоже много людей уже ходят со скандинавскими палками. Ну, например, даже наша Ирина Васильевна. Да, у нее стоят палки, она взяла кроссовки и... И был стар, что называется. Да, была такая возможность, королева Швеции посетила королевский ужин в Нобелеполе с участием лучших лидеров Арифлейн. Вы представляете, вот этим слайдом я хочу показать вообще размах мероприятий. Вы представляете, в Нобелеполе туда попадают не все, далеко не все. И лидеры Арифлейн, ну, это просто здорово, и, ну, мне кажется, там очень... Вот я смотрела фотографии тех людей, которые были, ну, это круто. Это действительно можно почувствовать себя, ну, не знаю, не королевой, но принцессой точно в таком месте и на таком ужине. Лайфлейн и собственный научно-исследовательский центр в Бублине, да, в Ирландии находится этот центр, где разрабатывается, тестируется продукция, и мы об этом говорим. Да, особенно новая наша серия Новэйдж, это прорыв, прорыв в области косметологии, и мы говорим, что это не просто купленный пациент у кого-то, это наша собственная запатентованная формула. И уже, знаете, некоторые компании могут со стороны смотреть, что у нас такое новое из-за есть. Десятый факт, форно-саллифлейн, институт исследования кожи в Стокгольме. Об этом я тоже могу говорить долго, потому что приходилось посетить, посетить этот институт исследования. Вот, видите, на верхней фотографии, да, очень большое помещение, очень большое здание, и там, в одном из помещений расположена, расположена рефлейн. Это у нас было, Валентина Сергеевна себя узнала, да-да-да, есть такая тут девчоночка. У нас была поездка, организована нашим вышестоящим спонсором Анной Павловной Акуньян. Да, очень было здорово, можно было посетить не только вот ее осень, но и попасть в такой научно-исследовательский центр. Посмотреть на кусочки кожи, у нас много кто задавал вопрос, ну откуда, откуда вообще, где не берут. Оказывается, в тех клиниках, где делают пластические операции, ну, кого-то она лишняя, а для исследований, для всего она пригодится. Да, и прям лежали образцы, можно было это все посмотреть. Показывали, как разрабатывают и делают стволовые клетки растений, как растения в искусственных вот таких условиях быстро растут, что делать. Ну, очень здорово, внизу на фотографии, там, один из, вот, который парень, да, один из научных сотрудников, он нам все показывал, рассказывал, было здорово и очень интересно. Поэтому такой центр в Айфлеем есть. А тут Россия обладает мощные производственные базы. Вы видели, что один из заводов, который есть, да, это Россия. Вот, когда-то в Айфлеем был завод в Красногорске. Сейчас этого завода нет. А сейчас есть производственно-логистический комплекс на Гинске. Да, мы были на заводе Айфлеем в Красногорске, и там, тоже видите, Анну Павловну Африану, Ирину Васильевну, там разрабатывают все помады производят, которые вообще есть у нас в каталогах Айфлеем. И они идут из России, шли, да, сейчас уже в Ногинске, шли в 63 страны. Вы видите, на огромном-огромном заводе, да, в Ногинске, я смотрела фотографии, там тоже такие масштабы, еще больше завод, но такое же производство. На огромном заводе в три смены работает только 60 человек. Вы представляете, то есть все там автоматизировано. Вот эти кусочки вверху, это такие кусочки помады, скажем так. Вот так варят помаду, она сразу в таких больших брикетах, потом ее растапливают и уже по лакончикам. И, конечно, на нижней фотографии это размах завода был. В Ногинске такой же, такие же высокие, вот кто был. Мы смотрели фотографии, очень высокие, видите, стеллажи. Но мне кажется, если бы я стала, то, может быть, которые коробочки внизу, самые-самые нижние, да, это был бы мой рост. Очень-очень здорово, когда вот есть такое производство, собственно, не надо где-то покупать, и этим мы тоже гордимся. Арифлейм является старшим членом ассоциации прямых продаж. Да, есть разные ассоциации, да, есть ассоциации, где все идет через сеть магазинов, и вот среди прямых продаж мы опять на первых местах. Мы работаем с людьми и для людей. Компания выходит в список 400 крупнейших предприятий России, да, но я думаю, что в Беларуси тоже у нас очень много предпринимателей, это тоже большая цифра, но, видите, для России 400 предприятий, из них Арифлейм, ну, это здорово, это то место, где можно не только работать, где можно еще и хорошо зарабатывать, и все будет от того зависеть. Все будет зависеть от вашего желания, от ваших действий. Арифлейм лауреат Международной премии Компания Государственной Думы, да, Российской Федерации по экономической политике и предпринимательству. У нас тоже есть, но мне, к сожалению, не удалось сегодня найти, где у нас есть тоже диплом в Беларуси, где подписан, и мы тоже на великом счете в Беларуси. Арифлейм обладает почетным дипломом за поддержку Олимпийского движения. Арифлейм более 200 долларов миллионеров. Потому что прям вот посмотрим. Да, здесь были долларовые миллионеры. А, и до недавнего времени в Беларуси тоже миллионеры, но не долларовые. В 2009 году Арифлейм выплатил самую большую единовременную племию в 1 миллион долларов. Это на самом деле такая была выплата. И получила женщина Танила Полежаева. Бриллиантовый президент в миллион долларов. Ни в одной компании не заплатили столько денег. Ну, вернее, не было такой премии. Кто хочет себе такую премию? Вот кто напишет, тот точно получит. Вы понимаете, что есть к чему стремиться. И даже не был предел. Вот, Наташа, да, Нина Николаевна. Очень здорово. Я тоже хочу. Вот, она же ввелила чат. Вижу. Делайте время, Боже, в своем правильном месте. Самые успешные лидеры Арифлейм становятся акционерами компании. Это здорово. Это не просто здорово, это, мне кажется, это круто. Когда ты успешный лидер, и тебе компания дает свои акции. Ну, за этим большое будущее. Да. Я обожаю смотреть картинки, где голубое море, где красивая пальма, где светит солнце, где песчаный пляж, где все красиво. Так вот, с Арифлейм это все возможно. И вот этот слайд тому же доказательства лидеры Арифлейм, ну, здесь видите, и Россия, и можно, и Россия, семь раз обогнули земной шар. Вы представляете? Ну, там много. Это были всевозможные острова, это были такие экзотические места. И чем дальше, тем это все круче, тем это лучше. Вот сегодня я уже смотрю фотографии, мидеры 40-го золота директора и выше улетели на Кипр, а потом в Сочи. Представляете, у нас так холодно, сидишь, мерзнешь, а там плюс 30. Красота. Пишут, я читаю в Инстаграм, пишут, вот, мы приехали в шерстяных свитрах, в кожаных штанах, а тут плюс 30. И всем дают напутствие, чтобы одевали шортики под низ. Банкеты директора, можно говорить про банкеты один день, можно и несколько, и неделю, и месяц. Банкеты директоров получают престижные отременные в России, в Белоруссии, а нас пишут. И вот как пример, я приведу вам вот такой слайд, банкеты директора, просто статистика. Нам всегда компания присылает данные, сколько чего потратили, сколько было израсходовано на такое мероприятие. 3020 часов потратили организаторы на подготовку проекта. Представляете, сколько? 100 километров засекали шагомером, прошагали во время подготовки. 450 человек работали на мероприятии. 250 тонн весили оборудование и декорации. 300 голодных корон для вид гостей. 115 почетных медалей. И видите, более 900 тысяч долларов сумма чеков для лидеров. Это пример только одного мероприятия. Сейчас мероприятие и банкеты все лучше и круче. И я вам желаю каждому, кто здесь присутствует, побывать на таком мероприятии. Это на самом деле незабываемо, это здорово. Ой, я потеряла один слайд. Я потеряла один слайд. Может, он потом будет. Где на банкете директоров? Он дальше будет. Снимайся. Мы отвечаем с гордостью. Мы... А! Обратно. Все, значит, он... Одну минуту. А кто мы с гордостью и с высоко поднятой головой можем ответить? Что мы? Это и вы, и мы. И в целом компания «Арифлейн» Сталина – мировская компания. Сильная предпринимательская культура. Вы видите, что мы в разных ассоциациях. Королева Швеции Сильвия встречалась с первыми лицами компании и посещала наши мероприятия. Рейтинги крупнейших предприятий России и Беларуси и почетные дипломы государственных культура. Об этом нужно говорить. И это нужно знать. Расскажите, что вы предлагаете, когда просто общаетесь со своими знакомыми, а может быть, незнакомыми. На что вы делаете упор? На что вы делаете упор? Бизнес. Очень здорово. Очень здорово. Бизнес. Что еще можно предлагать? Можно, как сказать, выбирать, так и wellness предлагать. Мы можем путешествия предлагать. На самом деле «Арифлейн» – это неограниченные возможности построения интересного бизнеса и получения высокого дохода. Да, очень классно, когда мы ставим акцент именно на бизнес, потому что не все люди понимают, вообще, много кто не понимает, чем мы занимаемся, и все думают, что это баночки, это сумочки, и это надо ходить и продавать. На самом деле это не так. Двадцать первый факт. Мегафорум «Арифлейн» собрал более 25 тысяч человек. Вы знаете, что Олимпийский – это самый большой. В России у нас тоже проходят мероприятия в отборце спорта, в концертном зале. То есть, такие хорошие среди. На наших мероприятиях выступают звезды российского и мирового масштаба. Как в России, так и в Беларуси. Вот в России в этом году выступала Валерия. И кто смотрел прямую трансляцию, можно было послушать. В Беларуси? Вот, видите, может. В прошлом году на банкете выступал Ираклий Перцкалава. На одном из банкетов выступала группа «Плазма». Мне кажется, песни я знала. Спасибо, Валерия Сместер-Девна. Песни я знала, а кто поет, я не знала. Ну, вот и познакомились, и получилась такая возможность. Можно было даже в детей на сцену выбраться и сфотографировать. И это тоже история уже. А что у вас? Какие звезды. Вот что закажете? Кого закажете, тот и будет петь. Наши мероприятия посещает большое количество людей. Вы видите, какие у нас проходят большие мотивационные встречи. На две тысячи, на пять тысяч. Сейчас компания уже решила, что не вместит, наверное, всех посетителей. Вот скоро у нас будет проходить такое мероприятие в стиле ток-шоу. И можно будет посмотреть онлайн. В стиле ток-шоу мероприятия можно онлайн побывать вот на таком масштабном мероприятии. Итак, что мы предлагаем? Мы гордо отвечаем, что с Арифлейм можно стать долларовым миллионером. Каждая ступенька плана успеха предполагает единовременные выплаты в самое высокое – миллион долларов. То есть вы видели, там тысяча, полторы – это только премии, помимо дохода, помимо зарплаты. С Арифлейм можно посещать три страны в год бесплатно. И это реально. И есть люди, которые путешествуют. Уровень мероприятий компании признается профессионалами. Действительно, на большом уровне все происходит. Красивый, стабильный. Арифлейм – это высококачественная продукция для красоты и здоровья. Это не только, хочется мне сказать, это не только ценный мех, но и три еще. Четыре килограмма, да, все знают эту шутку, поэтому за всеми нашими баночками скрывается очень хороший доход и очень хороший бизнес. Арифлейм – бренд один в странах СНГ. И в 2015, по итогу 2015 года, вы видите, выбор года 2015. Арифлейм – Беларусь. 26 ноября проходила церемония. Там можно было встретить представителей разных компаний. И, как видите, Арифлейм удостоили. Среди косметических компаний прямых продаж мы в Беларуси номер один. Вы размещаете у себя на своих брендовых страничках. Их нужно показывать, потому что мы все знают. Вот компания Арифлейм выпускает 100 миллионов каталогов на 40 языках мира. Когда мы были в Стокгольме, в центре, мы видели каталоги, мы могли полистать, посмотреть. И цены в той же Швеции абсолютно не такие. Там все в евро и в разы дороже, чем у нас. Поэтому мы можем эту же продукцию качественно приобретать. Чуть дешевле, чем люди покупают там. А когда-то был каталог, он состоял из только одного листика. И там был нарисован один наш бочоночек, специально смягчающее средство. А сейчас это все красиво, это все красочно. Это все хочется потереть, понюхать, полистать и не расставаться. Вот кто уже видел следующий каталог с новым ароматом, увидели, какая там красивая обложка, она вся такая блестит. Вот так и продается. Сам продает каталог даже без нас. Люди только подержат в руках и уже прям все захотят. Если сложить все тексты каталогов, которые выходят в Арифлейм за год, получится 52 тысячи страниц. Азартный продукт Арифлейм насчитывает почти тысячу единых в год. И 450 из них новинки или обновленные запуски постоянных коллекций. Вы видите, что в каталогах что-то бывает, что-то новое, что-то обновляется, уже полюбившись, что-то пропадает. И у меня некоторые говорят, что-то, а, верните, мой любимый продукт. И говорю, будет еще что-то лучше. Поэтому в каждом нашем каталоге что-то новое, что-то интересное, еще и лучше прежнего. А я находился тем, что на протяжении своей 49 лет истории принципиально не прибегала к тестированию на животных косметики ее ингредиентов. Ну, это действительно, это здорово. И это классно, что мы в такой компании, которая на животных не тестирует. Я видела ролики. Я такая слабенькая, в этом я такое не могу смотреть. Мне это все страшно, мне это жутко. Но я видела, как тестируют на животных, как им глазки закапывают, там, непонятно что. Как на коже тестируют, как они наоборот, это на самом деле страшно. Мы находимся в такой компании, которая не тестирует. Она тестирует свою продукцию на людях-добровольцах. Но видите, что, ой, с людьми тоже ничего не становится, не переживайте. На животные нас не участвуют. В мире компания, качество продукции, которые подтверждены сертификатами международных ассоциаций, организаций. Серия Кобьюти. Вы видели, в журнале у нас уже новая обновленная серия Кобьюти. На 98% натуральных компонентов. Ну, где же такое не дать? И вот. Каждая женщина в СМВ пользуется косметикой Арифлейн. Вот у нас сколько? Ну, у нас тут все пользуются косметикой Арифлейн. Самый продаваемый продукт – это тушь 5 в 1. Ну, вы видели, Оля недавно рассказывала данное, что на данный момент самый продаваемый – это КОЭК. Тушь у нас уже уходит на ура. Мне кажется, сколько у нас большой ассортимент, но те, кто привык к этой туши, они не хотят ее постоянно. Вот в следующем каталоге уже обновленная упаковка, но содержимое кисточка осталось старое, никто ее не поменял. На самом деле у нас большой ассортимент продукции, вы видите, что помады тоже уходят на ура. Тушь 5 в 1, помада. И это данные, это не просто кто-то придумал. Наши помады – лауреаты международной премии. Тушь 5 в 1, помада. Да, я тоже. Награды я часто смотрю, ну, в основном онлайн смотрю и очень горжусь, когда на страницах известных журналов есть наша продукция, о которой пишут, о которой заслуживают внимания. И вот наш кремик, да, мужской, был тоже отмечен журналом «Космополитом». Велнос. Ну, велнос, я думаю, что сейчас он уже кто зарегистрирован, говорит, что он есть в каждой семье. Наша миссия, чтобы у всех семей на столах были продукты велнос. Да, вот где у них еда, на кухне, чтобы там везде стояли коробочки и баночки нашей продукции. Велнос рекомендован профессионалами в области здорового питания и известными спортсменами. Часто в журналах «Космополитом» вы можете видеть звезд, которые рекомендуют, которые дают какие-то советы нашего продукта. И это не просто люди, это чемпионы в своей области, и так просто они не будут рекламировать. «Космополитом» получила звание бренда года «Эфайл», высшую профессиональную награду в России в сфере рекламы и маркетинга. В России, я думаю, что и в других странах это тоже. А рекламы выбирают звезды России. Наши журналы красочные. А еще когда там есть какая-то звезда, ну все. У нас были и Валерия, и Жанна Фриске, и Гарик Харламов, и Дима Билан, видите, и Дима Билан, и Эксайд, и Эксайд Форс. Да, и звезды Муда. А это были топ-модели мира. Ну, вы видели журнал «Мир Арифлейм», у нас кто на обложке сейчас? Проходил конкурс «Мисс Беларусь», и вот выбрали девушку «Мисс Арифлейм», она у нас сейчас на обложке нашего, да, скажем, местного журнала. Арифлейм рекомендуют топ-модели. Вы видите, Ева Герцегова, вот такой шикарный аромат, грейс с помпой, ну действительно, какой-то такой королевский, такой шикарный аромат. Ну, на данный момент его нет, но я думаю, что компания, думаю, что это может быть. И вот Наталья Водянова рекламировала новый аромат, такой, не знает коров. Чем был уникален этот флакончик, что висели три жемчужинки. На этом флакончике можно было получить цепочку и помесить, то есть это было как украшение. Рекламируют и такие топ-модели. С Арифлейм сотрудничают звезды Голливуда. Королевский бархат, вы видите, Моника Беллуччи, Дэми Мур, ароматы. В магазине у нас приходят и спрашивают, где все этот аромат, почему его не было так долго в каталоге? Вот и в следующем мы увидим, он так полюбился, ну и когда рекламируют звезда, это, ну, проходит какая-то ассоциация. Продвижишься таким ароматом и представляешь себя вот звездой Голливуда. Кто-то посвящает свои хитерии, продает диски большими тысячами. Вот у меня диск какой из этих есть? У меня есть Томас Андерс, у меня есть Дима Гилан, у меня есть Аня Лорак. Вот, диска, видите, посвящает свои песни. А теперь является официальным спонсором женской теннисной ассоциации. Вы видите, что Арифлейм не проходит стороной. Конкурс. Она всегда старается быть в центре внимания. Вот даже если вернуться к конкурсу «Мисс Беларусь», ну, классно, когда показывают, что вот Арифлейм выбирает по своему усмотрению самую красивую девушку. Дают годовой запас серии «Тру перфекшн» в силу возраста. Да, это классно такое. Арифлейм запомнился с ведущими дизайнерами. Весело труппе. Есть коллекция сумок. У меня из этой серии есть белая сумка. Марсель. Видите, аромат. Маша Цыгаль. Вот шар. Валентин Юдашкин. Вот у меня есть в структуре девушка, я всегда говорю, без пяти минут директора. Она пришла в акцию, она говорит, я почему-то не помню, когда ты зарегистрировалась. А она мне говорит, я пришла, когда вот были такие красные сумочки от Юдашкина. Кать, пользуясь случаем, передаю тебе привет. Арифлейм запомнился с уникальным портфойным ароматом. У нас все новое-новое, уникальное, ни с чем не сравнимое. Сотрудничает с известными парфюмерами. Иногда приходят и говорят, а я покупаю только туалетные воды, либо духи, там только французских парфюмеров. И я начинаю говорить. У меня вы знаете, что наши ароматы тоже создают французские парфюмеры. И привожу пример. Ну, тогда уже человек, когда я так начинаю говорить, человек уже не знает, что отрицать. Потому что если есть пример... Над созданием образца будущего аромата работают одновременно 3 или 4 парфюмерных дома. То есть, вы представляете, не один человек сел и начал что-то там пробовать, а работают 3-4 парфюмерных дома. И предлагаю в результате около 15 вариантов. Дизайнеры разрабатывают около 20 эскизов флакона нового аромата. Из них только один будет запущен в производство. Вы представляете, какие уникальные баночки у нас в каталогах. Сколько работы. Я всегда сравниваю это с айсбергом. Когда то, что вы видите в каталоге, это вот верхушечка айсберга. А все остальное, разработки, выбрание флаконов, ароматов, это все то, что находится под водой. Наши румяна, конечно, декоративная косметика. Наши румяна бьют все рекорды, наверное. Мне кажется, наверное, у всех девушек, женщин есть коробочка с нашими румянами. Только успевают арифлы менять упаковку. Но содержимое остается. И хочу сказать, что вот эти румяна, они все сделаны вручную. То есть не просто какая-то машинка, представляете, вручную каждый шарик скатывается. А мы потом таким уникальным продуктом можем пользоваться. Ежегодно производится, продается 175 тонн специального смягчающего средства, нежная забота. Вы видите, арифлейн в каждом каталоге есть разные ароматы. Ну, по функциональности это одно и то же. Вы только выбираете этот аромат, который вам нравится. Мне кажется, вот к Новому году по традиции опять что-то будет новенькое. Это мировые бренды. Равенто, Walt Disney, Puma, Adidas. Сейчас нам предлагают продукцию Philips. Это очень крутые бренды с мировым именем. Вот у меня, как на картинке, там где Равенто, есть такой фен. Этому фену уже... Ой, ну, наверное, ты видишь, может, ты будешь. Я им настолько довольна. Вот что значит качественный продукт. В городе я часто вижу людей, которые ходят с сумкой Puma. Вот такая повозка, которая всегда говорит, ой, вот эта отделка, она облизит, и вот даже не стоит брать. То есть, ну, ходят люди, это уже сколько прошло, даже не один год, а она как новенькая. Это что говорит? Это говорит о качестве продукции. И Oriflame выбирает лучших партнеров, да, в такие мировые бренды, чтобы сейчас iPhone, Samsung, часы. Все очень классно и здорово, только стоит поработать немножко и выбрать подарки для себя. То есть, патология Oriflame, если предлагать, можно получить вот такие вот еще и мировые бренды. Можно купить, а можно получить в подарок. Итак, какой у нас бизнес? Мы отвечаем, что у нас известный европейский бренд. У нас высококачественная продукция. Она получает много наград, премий и признания потребителей. Привлекательные и любимые каталоги, от которых невозможно оторваться. Наши каталоги 17 раз в год. И тот, кто зарабатывает 17 раз в год с зарплатами. Рекомендации мировых звезд. И у нас уже, уже 40 лет, как история, сильные традиции. Мы уверенно смотрим вперед и гордимся инновациями. Я горжусь тем, что на данный момент я в компании Oriflame. Я думаю, что я привела вам факты, и каждый для себя выберет тот или иной аргумент. И очень здорово работать с этим, когда вам человек возражает. Вот он вам начинает, ай, ой, это корритмейн, ты ж вот, это ж, я покупаю дороже. Мы показываем, что у нас там есть научно-технические центры. У нас проходят мероприятия. Люди отвечают, а, так я могу и отдыхать за свой счет. Поверьте, за свой счет так невозможно отдохнуть. Oriflame настолько делает шикарное мероприятие, а какое признание. Наверное, каждому человеку хотелось бы, чтобы им гордились. И, конечно, мы показываем, что у нас есть научно-технические центры. Чтобы оставить свой след в жизни. Так вот, с Oriflame мечты сбываются. Я желаю вам успехов. Я желаю вам роста. Я желаю вам получить огромное количество подарков и удовольствия от компании Oriflame. И отдыхать за счет Oriflame. Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok